Рада видеть тебя. Я так счастлива быть в доме Бога. Не сам дом великий, чудесный, но сама церковь, это тело Христа Иисуса. Это самое чудесное. Спасибо, мы можем сесть. Господь, спасибо, что Ты среди нас. Спасибо, что Ты сегодня будешь кормить нас. Спасибо, что Твое Слово, оно спасает нас и меняет. Спасибо, что Твое присутствие делает нас подобными Тебе. Открой наши глаза и уши, чтобы мы поняли и услышали, и увидели, и чтобы мы изменились. Так, обдумывая историю всех героев Библии, думая о том, в каких обстоятельствах и временах они жили, всегда были времена, в какой-то части Божьих людей, им могло казаться, что политическая ситуация сложная, финансовая, и это всегда угрожало, казалось, что Бог отвернулся от них. Бог не искал, люди не искали, может, людей, Бога, но всегда были люди, кто-то, которые знали Бога, и знали Бога очень лично, и получали от Него, и служили Ему. И через этих людей Бог благословлял не только их семью, но и всех остальных. И думая о нас, о временах, эти мужья Старого Завета, они, когда читали эти пророчества, они не понимали, о каких временах Божье Слово говорит, что мы будем во Христе, придет Мессия, Он умрет за нас, мы будем соединены, мы будем в Нем, Дух Святой в нас, мы через Духа Святого в Нем. Такое единство, такое присутствие, такая близость. И мы сейчас живем в этом. Но я помню свою прабабушку, она была очень простая деревенская женщина, она делала тяжелую работу. И сейчас я думаю, насколько я признала Божье присутствие. Божье у нее по сравнению с этим было намного меньше, потому что Бог постепенно открывается, когда кончаясь временем. Но она в эти тяжелые времена, она каждый день ходила со своим Богом. Она его знала. Без всех этих откровений, она знала своего Бога, она любила своего Бога, она служила Ему. И Он превознесся в ее жизни. И сегодня мы здесь, кажется, в такой кульминации, в эпицентре милости. Все наше, только потяни руку, открой какое-то письмо от Павла, прочитай Библию, и скажи, Иисус, я люблю тебя, и Дух Святой, Он всегда с нами. Мы живем сравнительно в таком привилегированном и в то же время очень важном времени, решающем времени. И кажется, что враг особенно сейчас работает. Именно в это время, живя, христиане жили бы без Христа. Жили бы без живого, личного, сильного, без того, что вся внутренность тянется и жаждала о Боге, потому что мы очень заняты. Мы сейчас живем в времени, что мы можем забыть номер телефона мужа. Мы даже свой забываем. И в то же время очень много у нас информации, много техники вокруг. Моя прапрабабушка, она бы даже не могла представить. но у Божьего ребенка может не быть времени, места в голове, в сердце, быть с Богом, слышать Его, пережить Его. Не жить так, как батарейка, которую вчера зарядили. Я там 10 лет назад, как получила, так и на этом слове живу. Как тогда я пережила, как в это служение что-то пережила, так я и живу. Так и держу, и тяну, выживаю. Это особое время. И в связи с этими временами, которые приближаются, с этими чудесными временами, это особенное время узнать Иисуса, узнать Отца, узнать так, как Энух. Представьте, он седьмое поколение после Адама, когда прапраба праотец грешил, и я думаю, что он переживал. И были поколения, которые грешили и не слушали. Но Энух, он позволил этой жажды, этой истиной, это ничего, что у отца не было, у дедушки не было отношений с Богом. Даже если ни у кого нету этих отношений, он все равно позволил себе, чтобы у него внутри была эта жажда. Эти желания, это тяготь к Богу. И сейчас, так как мы сейчас жаждем Бога, он также жаждал. И ему было все равно. Если кто-то мог контактировать с Богом, то ему тоже. И Дух Святой зовет и говорит, используя это особенное время, знать своего живого Бога истина. Потому что июль начался с 45-м псалмом, и июль месяц мы закончим с 45-м псалмом. И я только сегодня хочу вам послужить и сказать от отца именно 11-м стихом. Остановитесь, остановитесь и познайте, что я Бог. Остановитесь и познайте, что я Бог. И в 12-м стихе написано, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. И в другом переводе написано, Он наш защитник и убежище. Представь себе, Твой Спаситель, Он как крепость надежная, Твой Бог, Твоя крепкая крепость, Твое убежище, Твой защитник, Бог Иакова. Поэтому остановитесь и познайте, что я Бог. Я Бог. И это местописание, я хочу, как в трех пунктах. Первое. Остановитесь, успокойтесь, как пастор эти три раза говорил, остановись и продумай, остановись. Я предполагаю, что Бог, когда говорит на нас, и мы понимаем, что что-то для нас важное, или что-то случается в нашей жизни, то нам легко и возможно остановиться, чтобы что-то сделать, остановиться, чтобы продумать, почитать, поднять свою веру, остановиться, чтобы послушать. Мы можем и физически, поняв, насколько это нам важно, делать такой шаг, что неверующие не могут понять, каждое воскресенье не остаться в постели, но ехать на служение, каждое воскресенье. Но мы наслаждаемся этой привилегией, быть вместе, быть в его присутствии, наслаждаться его словом, его помазанием, получать его служение. Мы можем это. Мы можем молиться, можем приподнимать руки и прославлять его, на какой-то момент остановиться, остановить это время, эти привычки и что-то сделать. И тогда спросить, надо ли что-то еще делать? Мне еще что-то надо делать, чтобы было все хорошо и в порядке. Но Бог здесь говорит о чем-то совсем другом. Он говорит о нашей душе, о нашем духовном человеке. У души она по инерции работает, по привычке. Она наполняется багажем, опытом, делает тропинки в мыслях, в отношениях, в образе жизни, делает характер, наше восприятие. И тогда мы можем быть на служении, слушать Слово. Но душа через 10-15 минут уже может опять заработать домашние работы, думать о рабочих проблемах. или то, что я проповедую, сделать, поставить в какие-то коробочки, в то, как мы уже знаем. Душа уже контролирует, она уже что-то делает, она хочет бежать. Душа уже анализирует и берет то, что ей годится, и откидывает то, что не годится. Мы можем быть на молитве, остаться на коленях, остаться в этой физической позе, через какой-то момент уже быть в другом месте. Мы можем так молиться о какой-то проблеме, и встав с молитвы, у нас еще меньше веры, чем было до этого. Мы можем читать Слово, и слушать о Божьей любви, о прощении. И через какой-то момент, попав в какую-то ситуацию, и ты чувствуешь эту боль, эту обиду, непрощение, и желание критизировать, обговаривать и говорить плохое. С какой силой еще мы можем это делать? Плоть, она укоренилась этим. Поэтому Бог говорит на нас, успокойся. Мне надо позаботиться о себе, о своей душе. Мне надо позволить, чтобы эти желания, это желание о Боге, чтобы она прошла через все эти испытания, как Энох, найти время, остановиться перед Богом. Это не на момент остановиться. Чтобы изменились причины, мое отношение, чтобы я возрастал в вере, мне надо меняться в его подобии. Должно что-то происходить, какой-то процесс, какой-то чудесный процесс. И об этом к римлянам в 12-й голове, 1-2 стихе написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это не так, что на служение мы приходим на 2 часа, что-то сделаем для Бога. Это когда мы поворачиваемся и отзываемся, поворачиваемся от чего-то и поворачиваемся к Богу, отдаем себя Богу, благоприятную жертву Богу. Это должен быть наш образ жизни. И там дальше тогда написано, что мы не будем больше действовать и думать, как этот мир. Мы будем меняться, мы поймем, какая Божья воля. Дорогие, у Бога намного больше, Бога намного больше, Его силы намного больше, Его радость, Его чудеса, они намного больше. Но нам надо остановиться и в это время стресса, обязанности воздать Богу хвалу, когда мы останавливаемся перед Ним, что мы живем перед Ним спокойно, что первая рука Ему, что Он идет впереди, мы доверяем Ему, мы уповаем на Него, мы ждем на Него, мы рассчитываем на Своего Бога. Представьте тела ваших жертву живую. Дальше написано во втором стихе, и не сообразуйтесь с веком всем. И тогда вопрос, сколько надо молиться, надо одну главу или две прочитать. И в тот момент душа бежит, она бежит. Библию закрыли, встали с колен и побежали. Так же, как и мир. Почти ничем не отличаемся. Бог остался, Бог остался. У Него было что-то приготовлено для нас. Он хотел что-то открыть, дать, дать, менять, укрепить. Но мы убежали уже. Может, тело еще осталось на кресле и на служении. Может, мы еще сидим у своего столика с открытой Библией. Успокойтесь. Бог говорит, успокойтесь. Без веры мы Богу не нравимся. к евреям. Одиннадцатая глава написана, поэтому если мы не верим, мы ничего от Бога не можем получить. Живя в вере, это жить в крепости в этой надежной, жить в своей крепости Божьей. я могу жить в Риге, я могу жить за Ригой, я могу жить дома, в своенадежном доме, но я могу и уйти куда-то вне дома, я не могу найти дорогу обратно. Я могу жить с верой и жить без веры. я могу жить в неверии. И душа очень любит это. И дьяволу так легко, ибо легко подойти к этому, чтобы издеваться над нами, что мы поставили галочку, да, я почитал, я поклонился, дал десятину. почему не действует Бог, где ты? Бог говорит, я жду тебя, успокойся, чтобы ты услышал. Тебе надо успокоиться, остановиться. Возобнови эти желания. Бог говорит, огонь, я не хочу кидать. И пусть оно, пусть это так, пусть это желание любви, оно простирается к Богу. Как можно, нельзя. У тебя есть живой Бог. Поэтому у тебя есть все. Все действует, все твое. Только это надо получить. Мы живем вне крепости, с неверием. Такие не помогают религиозные какие-то действия. Поэтому второй пункт. Остановитесь, чтобы познать, чтобы пережить, чтобы преобразиться, чтобы возобновиться. для этого надо время. И тебе не всегда надо быть на коленях. Это образ жизни, это отношение. Как мы относимся к Богу, к своему спасителю. Как мы смотрим на Него, как мы жаждем Его, благодарим Его. Даем Ему быть господином своей жизни. Как важно успокоиться в спокойствии. Привычный образ жизни. Мир моей душе, которая хочет сказать, что возможно, что невозможно, почему тебе нет, потому что у кого-то что-то. Когда разум так работает, Бог говорит, успокойся перед Богом, чтобы ты признал, что я Бог, чтобы ты признал своего Бога, чтобы ты был изменен и не жил, как мир, чтобы ты пережил свое убежище, чтобы ты жил в убежище во время беды. Как я могу проверить, живу я с верой или без? Иногда надо ответить на какие-то вопросы для себя. Живу ли я в истине? Думаю ли я в соответствии с истиной? Размышляю ли я о вещах вокруг в соответствии с истиной? Думаю ли я, что мне говорит слово, которое Бог не сказал? Или я волнуюсь, или я забочусь, или беспокоюсь? Я нахожусь в желании, в процессе переживания, поиски и чудесные переживания с Богом. В моей надежной крепости я не иду куда-то снаружи без веры. Без веры у Бога ничего не действует. Мы ничего не можем получить, не можем понять, не можем признать. эти вещи, без которых мы не можем жить. Нам всем это необходимо, чтобы измениться, чтобы мои привычки изменились, характер, отношения к жизни и также плоды жизни и то, что я могу сделать в этой жизни, достичь. Мне необходимо успокоиться, успокоиться перед Ним. И тогда я могу признать. Иоанн в своих посланиях в первой, второй главе пишет, как важно уделять время, чтобы познать Бога. 1-й Иоанн говорит, там написано, что тот, кто познал Его, узнаем из того, что соблюдаем Его записи. Это написано в первое послание Иоанна, 2-й главе с 3-го стиха. И если слово я не принял, оно не изменило меня, я только через какое-то время буду еще жить в... что я буду обвинять себя, но что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 2-й главе в 6-м стихе написано, кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как он поступал. и мне так нравится, что это не... это Тебе не заставляют это делать, но Господь говорит, приходи в Мое присутствие, успокойся, я наполню Тебя, я откроюсь Тебе, я открою Тебе, Тебе естественно будет жить по Моему Слову. Что еще Иоанн говорит? Адзинуш, айрзневер греку атака аграк. Тот, кто познал Его, больше не может грешить, как раньше, и больше не получится сделать что-то неправильно. Иоанн говорит, их жизни меняются, они больше не могут, они больше не хотят, как раньше. Те, кто познали Меня, признали, они признали святость, они заглянули в Мою Любовь, они больше не могут и не хотят грешить, как раньше. Четвертой главе он говорит, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Любовь может отпустить, она действует по слову, она держит слово, она больше не может жить во грехе, и она любит. И последнее там написано в 13 стихе, он, по-моему, в 13 стихе, что Бог через Духа Святого в нем, в человеке. И это нельзя так с друзьями собраться. Я тебе расскажу, как это действует. это так, как ты приходишь в присутствие Бога сам, останавливаешься и переживаешь, чтобы Бог тебе открылся. Есть вещи, которые такие важные и необходимые, но они иначе никак их не получить, как личным откровением о своем спасителе. чтобы остаться в этой крепости, в своей вот этой крепости, чтобы жить с верой, жить во Христе. Необходима эта отдача активно стоять против дьявола, против лжи и хранить, беречь эту позицию во Христе Иисусе. Это означает, что мой твой Бог, Спаситель наш, не может стоять, он не может стоять в нашей очереди нашего времени в самом конце. Когда нам останется время, чтобы подумать о нем, он нам необходим, как Бог и Спаситель. Поэтому третий пункт, почему все, о чем мы сегодня говорим, успокойтесь и признайте, познайте, кто я, что я Бог, великий Бог, признай, что я Бог, я не кнопка вызова, которую вызывает то, когда трудно, который подбежает за момент, я Бог, Творитель всей земли, я твой Спаситель. признай это, что он великий Бог, я признаю, что я не Бог, что я творение, и мне необходим Бог, и мне надо тебя, Бог, больше, чем солнце, чем воздух, чем кислород, чем вода, мне надо тебя, Бог, мне надо тебя признать, познать, твое присутствие, твою милость, твою помощь, признать, что Бог великий Бог, это означает, что нам становится естественно понять, что Богу человек, что человек служит Богу, познать, что он мой Бог, делает нормально, делает все приоритеты, и нету вопросов, нет вопросов, это нормально сейчас великого Бога поклоняться ему, поклоняться ему, всей своей жизни, поклоняться ему служить, потому что служить и поклоняться, если твой Бог, это благополучие, спорт, тело или мода, ты тоже ему, ты этому поклоняешься, и эти заботы, ты тратишь время и финансы, но если твой Бог великий Бог, то ты должен ему поклоняться, и это успокоиться, это уметь в эти времена посередине, у нас есть авторитет и власть успокоиться, жить в мире с Богом, только у нас есть эта власть и авторитет как Божьим детям, успокоиться и жить в Божьем присутствии 24 часа в сутки. Это откровение приносит огромную благословенную реальность, ощущение реальности, что это моя единственная жизнь, которую я сейчас живу, что это день, это мой день, и он уйдет и больше никогда не вернется, и я живу свою единственную жизнь, и эти решения, которые я принимаю сегодня, будут влиять на мое будущее и на вечность. Признавая Бога, мы признаем вечность в себе, и нам становится очень реально, это вечность, мы как здравым разумом, я Божье дитя в своем физическом теле, который живет здесь, сейчас, свою единственную жизнь, вместе со своим Богом, в его надежной замке, в крепости, и я живу, чтобы познать его, я живу, чтобы познать его, мне столько себя надо любить, и о себе заботиться, чтобы я могла познать Бога, чтобы я действительно познала его, чтобы познала, чтобы знала голос Духа Святого, потому что не будет никакой места очищения между землей и неба, и мы внезапно где-то будем сверхъестественно в каких-то сверхъестественных отношениях, так как мы любим сегодня, если Иисус придет, такая есть моя твоя любовь, как ты поклоняешься сейчас такое отношение у тебя к Богу, и такой ты пойдешь на небо, настолько готов, настолько познав его, и он дал еще время узнать его, и у нас в последнее время надо будет очень важно знать его, потому что Даниил говорил, те, кто будут знать его, те, кто будут знать, те будут с надежностью действовать по своему убеждению, вводимые Духом Святым, и заканчивая, хочу сказать, то, что нам поможет, как остаться в вере в этой крепости, узнать его, узнать своего спасителя, позволить любви проявиться, к римлянам в первой главе, в 21 стихе написано, но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердцем. Может ли сердце в безумии, с безумием пойти по старой дороге, по старому мышлению, столько же информации, и все это нас учит, высмеивает, рассказывает, если мы не знаем своего Бога, мы можем в своих мыслях, в своих умствованиях попасть, вернуться во тьму, и до этого написано, почему это произошло, потому что, зная Бога, они не прославили его, нет времени для Бога, нет времени для слова, ну и что, что Бог там говорит, я просто не контролирую, дьявол использует мой душ и как хочет против меня самого, мои мысли, мои слова, они не прославили Бога, и не возблагодарили его, не прославили и не возблагодарили, если я прилагаю усилия, чтобы держать, чтобы прославлять своего Бога, благодарю его, то я переживаю его, меняюсь, преображаюсь и получаю, и побеждаю, дорогие, 75% от нашей молитвы в день должно быть благодарение, потом остальное молитва и все остальное благодарность о том, кто ты есть, что Бог сделал, что мы вне греха, благодарность, что мы можем любить, что можем дышать, можем коммуницировать, благодарить, что за его любовь, быть благодарностью, Библия полна того, о чем ты можешь благодарить, и 50-й, 49-й псалом говорит, воздай хвалу, ты должен будешь служить, ты, может быть, столкнешься с трудностями, но ты благодарен, и на этой неделе я увидела опять заново, если что-то происходит, и мы не используем эту благодарность к Богу, допустим, в одной семье происходит так, уехали куда-то в путешествие, и ребенок очень сильно падает, подозрение о большом несчастье, на момент разговор прерывается внимания, кажется, ножки не двигаются, температура поднимается, родители в страхе, конечно, они знают Бога, они начали звать Бога, использовать обетование, и Дух Святой сошел, это одна ночь, что они переживают в кошмаре, переживаниях, ребенок спит, как будет, когда он проснется, утро наступает, пришло слово, но кажется, ничего лучше не произошло, они опять идут к Богу, и потом на момент, как будто кто-то повернул часы, открыл другие двери, ребенок встает, аппетит, бегает, двигается, все кончилось, вы знаете, от этого состоит наша жизнь, мы спасены, может мы что-то пережили, но могло быть и хуже, дьявол просто нас ненавидит, может мы дали возможность, он хотел нам что-то сделать, но у него не получилось, но благодарность, насколько благодарности, подумайте, в своей жизни, когда что-то происходит, авария происходит, или болезнь, где врачи не прогнозировали, не знали, как будет, или с финансами что-то, на самом деле, наша благодарность должна быть всю жизнь, ребенок должен расти, у него мы должны делать праздники, раз в месяц, как в Старом Завете, ставьте как благодарность, как камни, и ребенок будет спрашивать, а что было это, а что это, вы рассказываете, думая о своей жизни, о своих детях, уже внуках, не говоря о всей церкви, хотя только обо мне, с детства, о своих родителях, моя жизнь, мне всегда надо было бы благодарить, рассказывать, рассказывать, благодарить, благодарить, Божьим Слове мы видим, что это, как мы можем воздать ему хвалу этой благодарностью и не упасть в суету, даже если тяжелое время, мы смотрим на Божье Слово, что он сделал, и смотрим на все эти памятники, все, что он уже сделал в нашей жизни, и тогда мы смотрим на эту ситуацию и уже видим решение во Христе Иисусе, и мы опять благодарим, поэтому Божьи дети, это самые счастливые люди на земле, потому что они благодарны, поэтому они красивее, они счастливее, удачнее, успешнее, потому что быть благодарным, это быть в благодати, воздадим хвалу, будем поклоняться Ему и благодарить, успокойтесь и признайте своего Бога, Аллилуйя, это это время, и тебе не надо смотреть, я иначе какой-то, у меня не получается, посмотри, как у этого, у этого, как он пережил Бога, как он рассказывает, успокойся, тебе не надо себя ни с кем сравнивать, ты есть его дитя, он создал тебя, он знает твои внутренности, твою душу, как ты чувствуешь, что тебе необходимо, как ты это, люби себя, уважай себя, люби этот способ, как ты любишь Бога, но позаботься, чтобы ты это делал от всего сердца, всем своим сердцем и всегда.